Всем привет, меня зовут Женя и вы на канале Иловая Стружка. В этом видео распаковываем и тестируем вот такой вот станочек Биомаш, это Рейсмус модель P1800. Немного его поднастроим, проверим точность, ну и оценим конечный результат. Погнали! Поставляется станок в достаточно большой картонной коробке весом порядка 33 кг. Сразу сделал вывод, что данный инструмент нужно где-то разместить так, чтобы его не переносить, а то можно и спину сорвать. Так что уже продумываю тумбу для него, которая будет закатываться в пространство под верстаком. Об этом возможно сниму отдельный ролик. Технические характеристики у Рейсмуса следующие. Потребляемая мощность 1800 Вт, частота вращения строгального вала 8500 оборотов в минуту, количество ножей 2 штуки, размер рабочего стола 330 на 240 мм. Соответственно максимальная ширина заготовки 330 мм, а вот минимальная толщина детали 19 мм. Внутри коробки нас сразу же встречает инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию, которую я обязательно изучил перед работой на данном станке. Вынимаю пенопластовую крышку, под которой находится сам Рейсмус, водружаю его на верстак и продолжаю распаковку. Внутри станка я обнаружил пакетик с остальными комплектующими, которых не так уж и много. Конкретнее рукоятка для регулировки глубины строгания, две непонятные детальки с магнитиками, как я понял, они нужны для выставления ножей. Резиновая заглушка для рукоятки, шестигранный ключ необычной формы и винт для крепления рукоятки. Кроме этих деталей в комплект поставки также входит патрубок для стружкоудаления и переходник для него. Приступаю к сборке и настройке станка. В этом нет ничего сложного. Первым делом устанавливаю рукоятку. На Рейсмусе имеется отверстие со скосом, такой же скос присутствует и на рукоятке. Совмещаю их, после чего фиксирую рукоятку при помощи винта и шестигранного ключа. Далее скрываю углубление на ручке при помощи резиновой заглушки. По факту Рейсмус собран. Поднимаю строгальный блок в верхнее положение для того, чтобы извлечь пенопласт, проверить точность и настроить инструмент. Под пенопластом была очень прикольная синяя пленочка, которую было очень приятно снимать. Как будто купил новый телефон, только гораздо больше по размерам. Совсем забыл про кожух стружка отведения, которая устанавливается сзади. Откручиваю два винтика, совмещаю отверстия на кожухе с отверстиями в станке и закручиваю винтики обратно. Правда при установленном по трубке не до конца закрывается принимающий стол. Это не очень хорошо, так как станок не будет помещаться в отведенное ему место. Но это не особо страшно, просто имейте ввиду. Теперь что касается кабеля. Как и на фуганке, кабель имеет длину 2 метра. Материал, скорее всего, пластик, точно не как у Макиты. Но для меня это тоже не критично, так как на морозе инструмент использоваться не будет. Взглянем на станочек поближе. Слева на корпусе размещена кнопка пуск-стоп. В правой части инструмента расположена линейка с экранчиком, по которой выставляется глубина острогания. Имеется возможность прикрутить станок, к примеру, к верстаку. Для этого предусмотрено специальное отверстие в нижней части. Рядом с отверстиями для крепления есть болты с гайкой внизу. Откручивая и закручивая их, можно настроить ровность столов, чем мы займемся чуть-чуть позже. Сверху есть алюминиевые ролики, которые ничем не закреплены. По ним, как я понял, можно прокатывать доску. Лично для меня абсолютно бесполезная функция, но она здесь присутствует. Ну и по бокам имеются две ручки для переноски. Перед тестами минимально настрою станок и покажу вам, как это делается. Начнем со столов. Первым делом проверяю ровность основного рабочего стола. В моем случае все достаточно ровное, по нему нареканий нет. Далее проверяю ровность уже принимающего и подающего столов, относительно основного. У подающего стола есть отклонение, которое сейчас легко исправим. А вот принимающий стол из коробки был расположен ровно, так что его трогать не буду. Чтобы выровнять стол, как я уже сказал ранее, необходимо в зависимости от ситуации либо откручивать, либо закручивать винт. Этим я и занимался следующие пять минут. Пришлось повозиться, но в конечном итоге все получилось идеально. После настройки провожу тестовый запуск инструмента. Все работает отлично. Следующая и последняя настройка – настройка линейки глубины строгания. Как ни странно, для этого сначала нужно провести тестовое строгание. Остался вот такой вот брусок, на котором и буду пробовать строгать. Кстати, по вашим просьбам и советам перед работой снимаю часы. Первым делом, конечно же, необходимо создать первую базу при помощи фуганка. Огромное спасибо Вячеславу Гордину и его подписчикам за такой подарок. Получаем первый угол в 90 градусов. За толкатели большое спасибо Сергею Запорожцу. Вот такие вот крутые, очень мне нравятся. Сталинная мастерская, елова стружка, все как надо. Очень рад, пользуюсь вот еще такой. И для циркулярки тоже вот такой, только чуть поуже. Вот, очень крутые, спасибо большое. Теперь, наконец-то, переключаемся на рейсмус. Подключаю пылесос, так как без него будет очень неудобно. Это мы, кстати, обязательно проверим. Поставляю строгальный блок так, чтобы от его края до заготовки было небольшое расстояние. И провожу первую в жизни операцию строгания, подавая заготовку по волокам. Так как деформация доски была достаточно велика, прокручиваю рукоятку на полоборота, что равно 1 мм. И повторно рейсмусую доску. Как и обещал, проверка работы без пылесоса. Как я и предполагал, очень много стружки, а это только один проход. Вообще, понял, что нужно покупать мини-вытяжную систему. Скорее всего, это и будет следующей более-менее крупной покупкой. Вернемся к настройке шкалы, точнее, самого экранчика. Сразу после последнего прохода замеряю толщину получившейся заготовки. В моем случае это 39 мм. Далее, не меняя глубину, приступаю к настройке. Экранчик держится на двух винтах, которые необходимо ослабить. Далее выставляю то значение, которое мы получили на выходе, то есть 39 мм. Затем закручиваю винты обратно. Основные настройки сделаны, можно закончить создание второй базы и выровнять кромку. Замеряю ширину заготовки и выставляю на рейсмусе на 1 мм меньше, после чего произвожу строгание. После строгания появилась ступенька, причем как с начала заготовки, так и с ее конца. Пока не знаю, как с этим бороться, поэтому был бы рад вашим советам по этому поводу в комментариях. В основном результатом доволен, доска получилась идеально ровная. Ну и так как у меня появился дуб, за него огромное спасибо Алексею Крашу, протестирую еще и на нем, так как это основной материал, с которым в недалеком будущем буду постоянно работать. Сначала также создал базу на фуганке, далее повторил все те же операции, что и с сосновым бруском. Тут особо без комментариев, просто насладитесь хорошими кадрами. Результатом также доволен, но ступенька присутствует, причем достаточно большая. Обязательно нужно решить эту проблему, а пока к выводам. В общем-то, станком я доволен, с учетом того, что я его купил еще и по скидке, порядка за 31 тысячу рублей. Даже с твердым материалом достаточно хорошо справляется. Единственный момент, со ступенечкой проблемку, которую я буду в скором времени решать. Наконец-то из моей жизни ушли вот эти вот каретки, фрезеры. Есть теперь у меня рейсмус, и фуганок, и обработка древесины. Теперь будет занимание гораздо меньше времени. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ну и не забывайте про наличие социальных сетей. Спасибо, что вы создали сегодня в мою мини-мастерскую. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok